Это вон мы эти пряники взяли, тоже такую нах, сеял ребят, хотел написать, ребят, поебетесь мы с ней нах. Вон он еще один, 161-й, два стареньких полесья, Дон 1500, на Дон 1500 он с Сашкой работает, который в белом балахоне ходит. Да он балбес нахуй, у меня, блядь, половина родственников в Германии живет нахуй, блядь, он мне еще будет рассказывать, есть оно или нет. Всех приветствую, друзья, на канале, понедельник, 22 марта, классный у меня фон, кстати, нет лучше фона, чем настоящий деревенский сортир, начинается новая рабочая неделя. Я предвкушаю эту рабочую неделю, предыдущая неделя была, ну, кто смотрел крайний видос, ну, понятно, да? Надеюсь, она не настолько будет ужасной, хоть что-то будет поинтересней, как для меня, так и для вас, для зрителей канала. Вроде бы с понедельника сегодняшнего дня должен быть полноценный рабочий день, с обедом до пяти вечера. Кстати, в хозяйстве кормят, если что, поэтому даже когда на ремонте, сюда, на бригаду, в нашу мастерскую, в красный уголок, привозят обед. Ну, также тут запланировано вроде прибытие новой техники, я надеюсь, тоже удастся поснимать удачно прибытие, разгрузку новой техники, показать, рассказать про эту технику. Там есть и по культиваторам, есть и по баранам, и трактор должен быть какой-то новый, и сейлка, если не ошибаюсь. Ну, что-то техники много, ребят, много, должно быть в этом сезоне, так что оставайтесь, я надеюсь, все будет удачно. Начало девятого утра, в принципе, потихоньку только все собираются. Сейчас, наверное, планерка большая, крупная в правлении хозяйства. Сейчас ждем инженера, что какие водные будут, посмотрим. Буквально пять минут спустя, друзья, отошел я от бригады механизаторов в сторону складов весовой. Прибыли очередные машины с удобрением, я так понял, там наши КамАЗы стоят. Фур, скорее всего, пришла со сложными удобрениями, а КамАЗ, скорее всего, с моего поселка, с нашей химбазы прибыл. Идти туда совершенно не хочется, там что-то чертовски агрессивные люди работают. Уже имел честь познакомиться. Благ, новая камера обладает зумом, я могу даже вот так вот вам показать это все. Процесс, как всегда, GCB рулят, телескопические погрузчики, прямо они, они красавцы, я не ожидал, что там такая техника, настолько она, прям может быть незаменимый во всем. Очень шустрые, очень маневрные, производительные, очень здоровские. Вот он сразу по два мешка тонных берет, разгружает. Ну, пока, друзья, он там показывал разгрузку удобрений, здесь вот ребята снова запустили класс Аксиан 940-й. Вновь, наверное, будут подъезжать туда к мастерской, поближе к сварке. У них тут такой интенсивный ремонт, достаточно насыщенный ремонт именно прицепного агрегата Rubin 9 от компании Lemkin. Вот в этих местах есть такая значительная выработка, и вот они уже тут частично поменяли, а вот здесь практически всего ряда нету стоек, и они выбивали втулки. Сварщик наваривал упор на кронштейнах, там протерлось тоже. Друзья, как известно, сельхозработа производится при помощи большого количества техники. Комбайны, трактора, грузовики, которые работают вдалеке от стационарных пунктов заправки. Чтобы ускорить процесс обработки полей и сбора урожая, при этом эффективно организовать работу, удобнее будет, если заправка сельхозтехники осуществляется на месте проведения работ. Компания Бенза разрабатывает и изготавляет широкий модельный ряд контейнерных АЗС для различных условий эксплуатации и по индивидуальному запросу покупателей. Современные мобильные топливозаправочные станции для сельхозприприятий – это небольшие станции, в которых можно хранить и своевременно выдавать сразу несколько видов топлива. Установка и монтаж их проводится за один день и не требует оформления специальных разрешительных документов. Объем резервуаров таких АЗС мог бы быть от 1 до 60 кубических метров. Мобильные топливозаправочные станции могут быть оборудованы автоматической системой безоператорного отпуска топлива по смарт-картам и чип-ключам, что позволяет осуществлять безоператорный контроль за количеством топлива и предотвратить хищение нефтепродуктов. Вся информация о заправках передается по беспроводному каналу на компьютер в любую точку мира. Отчет от количества выдаваемого топлива интегрируется в программу 1С-бухгалтерия. Управление АЗС также может осуществляться дистанционно. Автоматизация с помощью контроллера Бенза-БС позволяет объединить несколько АЗС в единую сеть и контролировать процесс отпуска топлива на удаленном рабочем месте. Производство контейнерных АЗС Бенза отличает безупречное качество и дальнейшее сервисное обслуживание по всей территории Российской Федерации. Более подробная информация, друзья, по ссылочке в описании под видео. Вот, друзья, работа у кого есть постоянно. И ежедневно, по факту, кумазистов, у ребят. То отвоз на продажу продукции, то привоз семян, удобрений. 4-5 КАМАЗов постоянно где-то в рейсах чем-то заняты. Совок КАМАЗ стоит. Один КАМАЗ на ремонте. Вот всего 6 КАМАЗов. Как раз, наверное, вот этот КАМАЗ сейчас и разгружался удобрением. Продолжение следует... 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 Ты полярь подставляешь, Серёж? Ага. Что, подсоби и что? Давай, Серёж, сейчас я вставлю. Амазония ED6000C. Специал. Сейлочка, видите? Да, под колёса. Сейчас под колёса, детский? Нет, под колёс. Что, как, Серёж, хорошая аппарат? Ну, хуй, что, она простая, ест. Сейчас другой уёбщик привезут. А, да. Д-9, который там стоит сейчас. А, так, то принципная ты имеешь в виду? А ты за ней сейчас поедешь? Сейчас, да, там надо это разбрасывать и забрать, а потом... А, ты ещё разберешь. Что, тебе нужна там помощь, что? Отпусти, отпусти. Она сейчас опустится. Я вижу. Ты можешь поехать, тут сидеть, нет, сидеть, нет. Не, накрыло всё. Ну, накрыло всё, это сейчас чуть-чуть. Сейчас ты, наверное, с разбрасывателем, да, будешь всё равно работать с большим, с этим самым амазоновским? Ну, чё, надо сейчас сейлку потащить её делать, надо. И пизда там пришла. Там болты рвёт, да, к караме, которые? Да. Да, она, блядь, так, сейлка. Хуй, так. У нас такая была похожа на весная. Ну, на весная ещё, блядь, на весная. А тут брус, блядь, в ней, блядь, если надо зиму, чтобы она, блядь, ровная была, а где чуть-чуть, она гребёт пиздец. Ага. Это, вон, эти пряники взяли, тоже такую, нах, сеял, ребят. Ага. Не сможешь, какого? Я знаю их. Ну, вот, они взяли себе тоже такую, блядь, дедить. Хотел мне писать, ребят, поебётесь вы с ней, нахуй. Да, в принципе, нахуй им хватит, им чё там посетить, тысяча сто гектар, кругу валя. Ну, всё равно, блядь, за такие гектар они могли, блядь, лучше с СЖ-шкой взять, нахуй, ну, и всё, блядь, для фермеров, может, она ещё и пойдёт, да? Здесь, вот, на больших площадях, конечно, херово. С ней, и факт, то, что с ней, блядь, это я вот её в поле оставлял, а так, нахуй, это надо её отцепиться, зацепить в транспорт положение. Там одних пеньков заеду, и скраскать с собой надо. А, даже не так всё просто, да? Ну, ты что думал, надо, зацепил и поехал, там ещё полдня надо поебаться. Всё, блядь. А ты на чё уже будешь цеплять, уголок, да? Да, уголок, всё. А, я помню, что у тебя шарш там. У меня нет, всё поднял, всё предусмотрено. Тогда пойдём. Мы уже всё сделаем. Всё, предусмотрено, короче. Да, универсально. Скоро-то-то. Окей-то. Скоро-то, кинуть. Да. Ну, а это всё, по-то. УтOUро. Вот так, что у тебя, ты пахнули. Иблина-то. УтOUро. Кинуть. Блок. Мик. Добавля-то. УтOUро. Мик. Добавля-то. нулячий друзья разбрасыватель еще в том году его купили вот этот амазоне 8200 видите он вообще ни разу не работал так вообще сергей на шестерке на этой джиндере он с навесным разбраски на работает работал и он кстати стоял всю зиму прям с прицепленным разбрасывать но сейчас приедет принципе мы сейчас подождем пойдемте туда под навяз вообще друзья хочется снять отдельный видос я думаю я вот сделаю где расположено хозяйство чего себе представляет на переднем плане вот от дороги въездной село здесь все новые строения вторым рядом идут старые строение еще колхоза степан разин на базе которого принципе образовалась о семеон агро то есть вот эти вот складские помещения вот здесь вот ну уже разрушенный зерновой склад там вот еще один зерновый склад из блока там еще один вот они два действующих вот это вот за за вам еще один ну и раньше где-то вон там он в кустах туда дальше где мы с лёхой ездили пили лепеньки там животноуческий комплекс был раньше до тринадцатого года кстати в тринадцатом году все последняя живность перевелась да и собственно говоря сами строение под животноводческие нужды они были в печальном состоянии уже ну ветхие а кстати вот это селка получается до девять шесть тысяч прицепная амазония вот этот накопитель прицеп он сколько 30 кубов есть не ошибаюсь вот с этим накопителем для держать работает в уборочную стаду ну и все это он получает свет и селкой и ту которую мы первую отцепляли под кукурузу так я не знаю серёг который на джундире шестерки работает он наверно в уборочную на нем короче не работает потому что мне кажется у него rcm 161 один из двух который сейчас есть хозяйстве есть не ошибаюсь да вон еще один 161 2 стареньких по лесу дон 1500 надо на 1500 там сашка работает который в белом балахоне ходит получается 2 3 3 роторных здесь джон-дира только немножко разные джон-дира шестьсот шестьдесятые с шестьсот шестьдесятый и шестьсот семьдесят наверное у лёхи до шестьсот семьдесят ай и там в начале рсм и стоит клавишный джон-дира вот кирвиц том году купленный вообще я тороплюсь вообще отдельный ролик тоже хотел сделать по технике так что я забегаю вперед слишком ну и вот этот дойтс фарм агрофарм 115 лёхами доказывал что 117 а он 115 как раз значит все правильно делал пост инстаграме написавший 115 в общем кличка у этого агрегата чудо конь чудо конь работает он с опрыскивателем так сказать он односледные зубовые борны степчик 115 лошадей в принципе чего такой неказистый маленький а ну вот это вот еще навесной разбрасывали амазонию серёга таскает на джиндере шестерки ну А, ну ёмкость тут тоже есть, да, вот эта сливная трубочка Идёт, да? Брай, полму, конечно, сделано А, ну ёмкость тут тоже есть, да, вот эта сливная трубочка А, ну ёмкость тут тоже есть, да, вот эта сливная трубочка А, ну ёмкость тут тоже есть, да, вот эта сливная трубочка А, ну ёмкость тут тоже есть, да, вот эта сливная трубочка А, ну ёмкость тут тоже есть, да, вот эта сливная трубочка Прикол сказать вам, ребят, погрузка кукурузы закончилась и в складу, и никто вениками не подметает. Короче, там человек с бензиновой ветродуйкой ходит на плече, бензиновый ветродуй, им аккуратно сдувает пол. Прикольно? Вот вам, друзья, и весна, снег и горит. Диковинная селка. Вроде такая же, какая была раньше в хозяйстве, в принципе, такая же механическая, но есть модификации именно для передвижения, скажем, по дорогам общественного пользования. А это получается, что у тебя такая страховочная? Это цепь, ну да, она там висела. Я в поле отцепил, и она утонула. Приподымал, да, дышла? Приподымал. Не, я, в общем, кстати, ошибся по поводу комбайна Серегина, который вот работает на Джон Дире, на шестерке. У него шестерка как раз Джон Дир комбайн, клавишный, который, это его комбайн. Должен прокрутиться. Надо что-то так посерьезней. Ты, блядь, не пробовал ни хуя, ёвша. А Василий, блядь, сюда хуел, насос, дай что-ли какой-то. Что я тебе дам другой-то, блядь? Городок просто. Не, 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 это согнется. Это, Серега, не надо, Серега. Да? Да мы, чтобы варяты открутили, понимаешь? Да чё, он. Ты не в ту сторону крутил, он. Как это не в ту сторону? Ты бы не искрутил. Попробуй другую, Серега, будет он гордиться? Нет. Понял? Сами. Достай так. Учись, студент. Понял, понял, я ты его вниз тянул, я думал, он в разный старт крутится. Виноват теперь. Ну я бы ничего не понял, дай мне там этот набор, квадрат. О, видишь, блядь, теперь ещё не езжай. На. Пошел наехал, потом, блядь. Ты набор подал, ты искупил свою. Махина. Ёбредихин, ну ёбаный в рот. Ты чё, блядь, бездельник? Алло? Да. Алло. Алло. Да, да, бездельник, слушаю тебя. Чё ржёшь, блядь? Нихуя не делаешь, нах. Ну ты же не делаешь, заебался только здесь. Пиво, блядь, тёмное немецкое пьёшь? Да, пиво больше взять. Его нет нихуя, ты слышал на стриме, что нет немецкого тёмного пива? Да он балбес, нахуй, блядь. У меня, блядь, половина родственников в Германии живёт, нахуй, блядь. Он мне ещё будет рассказывать, есть оно или нет. Понятно. Сломай, блядь, сломаюсь сейчас, нахуй. Чё вы там творите? Амазонку разбираем. Сеюк. Маленько отошёл, нет? Да так, блядь, сегодня хоть путёвина. И чё там, пока тишина? Ничего не говорят. Пока ничего. Ну ты когда на работу планет? Да, тем более, да не знаю, блядь, в апреле, может, нахуй. В апреле? Нормально, чё. Ну, мы обычно, мы обычно раньше выходили вообще, где-то перед Пасхой, и так вот. Квизна, ты не знаю, когда ещё, не знаю ещё, блядь, чё. Ну, короче, тебе скушаем, заняться, тебе... Поснимать, нихуя. А, диетис просить. А, тебе тоже, тебе тоже поснимать? А, ему нравится диетис. Нравится? Да. Ребят, спрашивай, как тебе диетис, погрузчик? Заебательски. Заебательски? Мож. За себе лучше. За себе лучше, ясно? Ну, блядь, я бы поработал на ЖСВ, я бы тебе сказал, лучше нет. Да, понятное дело. Для меня, блядь, первый такой погрузчик, не диетис, заебись. На безбабе и кулак блондинка, да? Я работал надеюсь. Да, 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 да. Понятное дело, но это явно не по КУ 08. Да, конечно. После этого погрузчика. А ты спрашивай, у него стоит это? Даже смотреть на него неохотно. С сиденья встаешь, он останавливается. А, у тебя блокировка есть, чтобы ты встал с сиденья и он остановился? Конечно. Есть? Там сразу и ручник включается, и гидравлика отключается. Я вот такая хуйня не знал, ехал-ехал на ходу, решил нахуй штаны поправить. А, штаны поправишь? И он тебе клоун стал, да? Я сейчас лобовое стекло не вырубил. Да, он с сидушки встаешь, он вырубается нахуй и сразу на ручник нахуй встает. Понятно. Пока работы нету, блядь. Воронку подтащил, вот теперь жду, потеплее будет, пойду, пальцы крутить. Что, морозы? Ну, как оно, не морозы. Так-то сейчас плюс где-то у нас, ноль плюс. Ну, нихуя не тает. У нас тоже, наверное. У нас такая же песня, у нас и снег идет даже сегодня. Ну, у нас тоже сегодня с утра было сантиметра полтора, нападал, наверное, он ушел свежий прям. Ну, попробуй держите. Понятно. Сейчас мужики будут на пизарике затаскивать нам. Может, будем ездить, тихонько. Во. Тащи. Тащи, тихонько. Тихонько. Ну, взад-вперед, чё ты дёргаешь, блядь. Вот вошли к дурака, блядь. Ладно, давайте работать отвлекаем. Давай, Стасян, давай. Звони вечерком. Как-нибудь. Через год-полтора. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Давай. Давай, ладно. Привет, пап. Давай, давай, давай. Ага, хорошо. Подожди секунду. Не кричи. Блядь, потихоньку сказал, блядь. Я не виноват, блядь. Блядь, ты пиздец, я тебя буду искать больше. Вот, видал, откуда упал она? Что? Вон с звёздочкой. Вот пиздец. Как она стояла, блядь. Вот, как упал так и стояла. Стоп. Стоп. Блядь, я тебя проебал я, нахуй. Упали два фиксатора. Да, сейчас подоберём, Серёга. Они оба упали. Вытаскивай, вытаскивай. Подожди, подожди, направить его надо немножко. О том, как он держит. Блядь. У меня слабый. Не, Серёга, ты иди, возьми, а я забал. Нет, что-то высоко подняли. Давай, 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 давай. Всё, Сашка, сложи как-нибудь аккуратно, чтобы не разбилось сок. Я пытаюсь, как видите, сегодня снимать сразу на две камеры. Хотя, по идее, основную хочется сделать вот именно вот эту камеру, на которой сейчас снимаю. По Амазонке мы, в принципе, успешно сегодня до двух сняли два вала на зерновые катушки. Решено менять все катушки. Здесь, в принципе, они выборочные. Какие хорошие, какие уже подношенные. Ну, привезли полный комплект, поэтому решено поставить новые все. Там ещё вот надо решать с нижним квадратным валом, на которых крепятся как раз поводки сошняков. Ну, потому что здесь прям вырывает всё очень сильно. Сейчас постараюсь показать вам, видите. Здесь болта нету, обломанный, и вот разбито отверстие. Здесь такая же история, то есть вот тут болтается. Здесь вот слабое место в сейлке, здесь рвут постоянно болты в этих местах. Опять-таки, вот одного болта уже нету из трёх. А здесь проушно вообще надорвато. Так что тоже вот ремонт предстоит. Вот сегодня, видите, хоть день такой. Хоть какое-то занятие нашлось. Ну и лояльный человек опять-таки. Ладненько, пойдём, наверное. На бригаду сходим, посмотрим, кто что ещё делает. Я, наверное, думаю, потихоньку уже всё собираются. Там посмотрим. Да, народ, на сегодня всё. Время уже где-то, сколько там, половина, наверное, третьего. Ну, пока я собрал, я как всегда последний, я пока весь разденусь, пока переоденусь. Пока я сапог в тапочки выпрыгну. В общем, решил всё-таки попрощаться по-нормальному, потому что, не знаю, может быть, я даже сегодня наскорю на полноценную серию, посмотрю уже там, как получилось. Надеюсь, потихоньку будем ошивать, будем работать. Все неурядицы обойдут нас стороной и всё более-менее сложится. Ну, сегодня суровый день, блин, сегодня снежок вот идёт, ветер, поход мерзлявая, в общем. Ещё зима, пока что ещё зима. Всё, удачи всем, ребят, спасибо за поддержку, до встречи. Лайк, подписка, репост, всё как полагается. Если что, это Vesta SV Cross. А то будете спрашивать. Потом как-нибудь покажу. Надо постепенно вводить курс дела людей. Надо impressать и обез interус. ens правильную faithfulness при ответы по ссылке. КруMAN. А вам нам и друзья. Проводча. Нет условий. Нет intensity. Подписывайтесь.